Так, мы в Кривенковке идем на два брата. Что-то решили встретить окончание лета чем-то таким. Летом мы обычно сюда не ходим, жарко, но сейчас дожди пошли, должно быть прикольно. Ну, вы поняли мой юмор. Это вырежем. В Кривенковке очень удобно, что прямо рядом со станцией есть пятерочка, где можно купить шампанское, выпечку и всякое такое. Но в этот раз что-то в пятерочку никто не пошел. У нас шампанское с собой, индюк видно, вот так что мы сразу идем на старт маршрута. Сейчас мы Анатолия еще найдем, вот и Анатолий. Привет, привет, привет. Почти. Удивительно, всего одна зима прошла, а по-другому выглядит даже русло ручья Маслова. Что-то дорога иначе, брод как-то по-другому, броды выглядят, камни в других местах лежат. Начинается изнурительный траверс до Дубратского ручья. На подъеме левая часть, лес слева от дороги пожаром погорел. А справа огонь не распространился, это когда было, ну, видимо, вот сейчас летом или весной. Какая-то свежая дорога и свежая вырубка, тут даже озеро какое-то, пруд. В месте, где второй ручей до Дубратского тропа проходит траверсом, к Анастасиевке ближе к которой. Видимо, тут что-то будет делать. Что делать, пока непонятно. Вон два брата. Нам подъем уже сейчас пойдет по гребню, за которым Дубратский ручей. Да, они вот дорогу, по которой мы раньше ходили, завалили, когда эту поляну расчали, тут ров какой-то с водой. Вообще какая-то хрень, вот она, эта поляна теперь открытая, тут раньше были заросли. По самой поляне-то теперь легче идти, а вот дальше путь находить сложнее, потому что явной дороги нет, это я знаю, куда идти, поэтому вот они завалили. А вот по вот этой дороге мы обычно дальше и ходим. Подходим к панорамному месту. Привал. Вот панорамная точка. Сейчас мы туда пойдем сходим, рюкзаки тут кинем, в бревочки удобно. Ну, тут типа вид на два брата. Он не полный, но можно фотографию сделать. Начинаю спуск в Дубратский ручей по такому песчаному гребешку. Здесь в какой-то момент я бы даже веревку повесил, ну, если новичков поведу. Мы сейчас так спустимся, но тут в конце, сейчас покажу это место, там бы метров десять просто кусочек веревки повесить, оставить. Удобнее будет следующим группам. Вот это место, про которое я говорил, тут бы я веревку повесил, но на самом деле можно нормально спуститься по сухому. Это может быть по мокрому только требуется. Такой песок. Вот вид на два брата. Просто ногу аккуратно ставить. Ну, вот, и можно будет легко спуститься. Песок так в лес и уходит, такой прикольный. Тропой, не тропой, дорогой, не дорогой, такое русло. Очень комфортно идти. На самом деле вообще не страшно. И, ну, веревку можно повесить чисто для новичков, а так по сухому вообще отлично там сбегается вниз. Палка, ну, без палок, не важно, все спокойно прошли. У нас Анатолий самый опытный альпинист. Он тут может и без палок, наверное, спуститься, и без рук. Как-то без рук. Обед у нас на столе, который, ну, который перед водопадом в Двубратском, Ручекович. Тут есть стол, лавки, такая вот тема прикольная. Только почему-то они не очень доступны из пляжа, то есть даже не видно поворота. Тропинка одна размылась, передняя. Вот задняя только тропинка видна. Надо знать, что здесь есть стол, чтобы не пропустить его. Решили в этот раз подойти к этому водопаду. К водопаду купальню, может, удастся выкупаться. Я не пробовал. Сейчас попробуем. Устраиваем таки купание в знаменитой ванне Двубратской. Достаёшь за дна? Да. Слично. О, где пленка? Ура! Ура! Класс! Сейчас вообще интересно. Давай! Прям парное молоко, не тёплое. У кальфу не холодно. Давай, давай, когда всё тело погружаешь резко, тогда хорошо. Да. Она вначале, кажется, больше от стата, наверное. Да. Да. Вот здесь. Вот. Я не знаю, как там по скользкому этому дрову слазить. Ну, ногами, лицом к склону. Лицом к склону, вот так? А вам кажется, что там прикольно, но нет. Да тут не прикольно. Короче, выбирайте ногами сучки и по ним, как обезьянка. Продолжаем подниматься. Идут тросы. Сейчас пока короткие тросы. Сейчас будет длинный трос. В принципе, искупались, реально легче идти, прикольно. Ну, плавки не брали, кто в чём я в лосиных искупался. У меня сейчас они такие влажные. И идти легко. Нам бы майку тоже намочить, тоже было бы классно идти. У мокрой майки. Всё-таки август ещё жарковато. Вот. Длинный трос участок, как по гладкой скале. По-сухому наверх нормально ходится. Трос прям категорически необходим. Может быть, по-мокрому, по-скользкому коле. Не заснял сильно, мы его пошли быстро. Но он уже начал зарастать какими-то колючками. Поэтому чуть-чуть медленнее идётся. Сейчас будет верёвка. Обычные проводники просто за них тянули. Они в одну сторону растянулись. Мне показалось, что острийские. Новенькая верёвка. Новенькая, говорю, верёвка. Новенькая. Классный такой выход. Да, Лёша, не снимаем. Видно, видно капельки у меня на ресницах. Майки намочили. Вот конкурс мокрых маек. Жарко так. Перед затяжным подъёмом. Вот, все такие мокренькие. Красивая часть тропы. С видом на каньон. Но не на верхнюю часть. Сейчас будет стоянка. Вот там ещё вид на верхнюю часть каньона. Он ещё более великолепен. А тут дубки прикольные. Проверсанули на полку с родником. Сейчас посмотрим, есть тут вода в конце августа. Или нет. По идее, тут родник круглогодичный. Чёрт вина. Вдруг. Я не во всем месяце был. Достаточно сейчас засушенный месяц. В правом источнике нет воды. Сейчас в левом посмотрим. Три серны только что убежали от нас. Не косули, заметьте, серны. Я не видел такого западного, кроме папайя. Ареала их обитания. На папайи есть отдельное стадо серна, обособленное. А здесь западное серн, места обитания. Ну, семиглавое, наверное. Это как бы офигеть. Серны на двух братьях. Первый раз такое увидел. Нарзан, придётся выливать. Ха-ха-ха. Не говори, я тоже больше литра грязь съемлю. Ну, что нам осталось две таких, да? Кружку надо. Две ходки где-то примерно осталось. Полторы-две ходки. Поднялись на панорамную точку. Это повысшая точка сегодня, первый день нашего пути. Вид на два брата как раз классный. Сейчас вместе смотримся. И тут 4 ГМТС, мегафон ещё. Можно в чат фотки кинуть. А на стоянке уже связи не будет. Решили посмотреть... О, какая ванна. Решили посмотреть начало каньона, потому что я сюда направо никогда толком не ходил. Мы всегда спускались и сразу уходили налево на стоянке, потому что уже вечерело. А сейчас мы чуть раньше, ну и август вообще. О, какая водичка. О, какая водичка. А здесь всё, я тут. Аквапарк. Вообще прикольно. Я в эту сторону не ходил никогда. По каньону походил. Вот я по этому каньону, говорят, прям ходят, не знаю, сверху вниз или снизу вверх, прямо вот по каньону. А я всё время по тропе хожу. Может там прикольно, может там и несложно, может там везде верёвка висит. Я даже не подскажу, потому что я не помню, куда тут ногу ставить. Куда-то вот здесь ногу ставить. Надо помогать? Всё уже, да? Да. Нормально. Вот, но я сверху обошёл, там сверху есть тропа для тех, кто... Ну, опять же, когда здесь скользко, я бы обходил сверху просто из принципа. Когда мокро, да. Поднимаемся к стоянке, пока в ванночке. Ну и скупан будешь. Ну и скупан будешь, да. Хотим найти ванночки недалеко от стоянки, чтобы ходить, купаться. Вот, мы на этом водоскате водим маленькую. Сейчас ещё вверх не посмотрим. Почистили ванну для купаний. Будем сюда ходить. К лагеря. Мы пришли первой. Это я верхнюю стоянку изучаю. Но уже со склона спускаются люди. Но мы хорошо заняли нижнюю, большую. Это тоже большая, да. Ставим лагерь на нашей большой поляне. Самая ровная поляна. Вот, не самая сухая. Верхняя суша. Верхняя поляна, чем хорошая. Я сейчас сбегал, да, там никого нет. А там солнце. И сейчас солнце, и дольше солнца. И утром раньше там солнце появляется. Она прямо реально вверху. Вот, ставит Даша. Чё, это однушка, которая твоя МСР. Вот, я сейчас уже не ставлю. У меня вообще лень, я сейчас разуюсь. Открою шампанское. Ну, как я его открыл уже. Зачем мне палатку ставить? Мне и так хорошо. Боже, что это? Что это? Палатка с капюшоном? А это уже утро. Ночью ничего интересного не было. Ночью было темно. Ну, кстати, пару капель дождя всё-таки было ночью. Ну, буквально совсем чуть-чуть. Какая-то гроза прошла боком. А мы сейчас... Ну, то есть сейчас сухое всё. То есть капель практически нигде нету даже. Рано утром ушла одна. Ушла одна палатка Анатолиевна на другую электричку. Вот, ну и всё ещё тут. Отличный буквал лес. Просто вот этот лес, который утром вот так подсвечивается. Я его обожаю просто. Сколько он весит? 500 грамм. А сколько пуха в нём? 360. И он очень нежный. Это за счёт того, что у него сшитый футбокс. Супа-супа-супа-супа. Сэкономили. Я получу сейчас наслаждение какое-то. То есть это вот пока что лучшее, что сделали китайцы. Офигеть. Я там сто лет не был, прям на вершину. Залезем на первую, наверное. Когда-то мы там лазили лет 25 назад. Продимаемся на два брата. Хорошая тропа. Такая крутая. По камушкам, но отлично вытопленная. Виды. Открылась семенглавая. Открылась. Симашка потом покажу. Тут какие-то эти, мошки дубовые. Вот они мы на вершине. Дву братья. Главное, вторая вершина чуть ниже, она вон дальше. Видно вам, да? Вот. Открылась вид на Симашка. Просто потрясающий вид на вершину. Весь наш путь, как мы пойдем. Спускаемся обратно. Вот, жарко так. Сейчас уже день. Самый разгар дня. Мы, наверное, сейчас искупаемся в нашем ручье. Рядом со стоянкой, прежде чем на Симашку уходить. Долго сидеть не буду. Долго сидеть не буду. О, песочек такой на дне, классный. Можно вот сюда уходить. Ой, она сюда приятная. Нормально. Подъем из Двубратского ручья в сторону Симашка. Жарко, поливаемся водой из бутылки. Вот, но у меня еще нет этого, ключевого момента, на чем будет заряд. Нашли до памятника. На вершине Симашка осталось немножко, но небольшой привал сделаем. Мы такими маленькими ходками ходим. Сейчас идем наверх. Небольшая ходка, полчаса, потом отдых. Полчаса ходка, потом отдых. Все вылезли из всяких кушарей. Сейчас дальше лучше тропы пойдут, потому что тут уже и дорога. Сейчас будет вот вершина Симашка, мы на нее лезем. Да, все, мы пофотовались у памятника на вершине Симашка. Пойдем вниз, сейчас уже обедать. На верхней стоянке воды не было. Идем на нижнюю стоянку, на ней всегда есть вода. И сама стоянка нижняя тоже классная. Она будет такая, камни во мху. Вот она, нижняя стоянка. Обалденная тут тенек всегда. Камушки. Вот своя собственная скалка. Вот, и такое место. Можно сидеть на камнях. Можно на бренышках. Да, родник на нижней всегда работает. Мощный в любое время года. Даже в самую засуху. Пообедали, уходим со стоянки. Дальше только спуски к Ревенковку. Не помню сколько. Ну, часа три, наверное, у нас займет спуск. С запасом должны с небольшим прийти к электричке. Там есть пятерочка. Там можно взять пивасик. Ну, короче, все хорошо будет. Что смешного увидели? Это не видели. Смотри. Охеренное дерево. А что я раньше такого не видел? Не знаю, мы друг, что ли друг. Да, этой вроде ходили. Дело к вечеру. Мы спускаемся. Уже закольцевали. К ручью Маслова спускаемся. Так что нам не больше часа до провинковки. Ну, что, все. Мы на Туапсинке. Два часа до поезда. Чуть меньше. Пока искупались в Туапсинке. И кайф получаем. Вода теплая. Даже не хочется выходить. Хоть и солнце село, но все-таки тепло. Все, мы на вокзале. Поехали в Красный Дар. Всем пока. Пока.